Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Принятие бюджета города – это процесс непростой и достаточно длительный, поэтому сегодня будем говорить о том, как он, собственно, формируется, откуда у нас будут доходы в следующем году, ну и по каким правилам будем жить. В гостях у нас находится председатель Благовещенской городской думы Степан Попов. Здравствуйте, Степан Вячеслав. Здравствуйте. Ну, давайте, собственно, и поговорим о том, как приблизительно будет у нас формироваться бюджет на следующий год, как он будет выглядеть, какие направления, наверное, вы для себя наметили. Ну, в целом, хочется сказать о бюджете, что мы его третий год уже принимаем с нулевым дефицитом, что он у нас продолжает оставаться социально ориентированным. Вот у нас он на 2018 год составляет 4 миллиарда почти 300 миллионов рублей, из них 60% расходов – это расходы социальные. Также у нас сохранены все льготы, которые были в 2017 году. Ну, и из таких моментов, которые хотелось бы отметить, что мы нашли возможность заложить средства на строительство второго корпуса 22-й школы, строительство уже начато, и планируется закончить это строительство в конце 2018 года. Ничего себе. Я знаю, что по поводу стадионов тоже принято уже решение, да, что стадионы как-то тоже будут воздвигаться, продолжать. Ну, они должны продолжать воздвигаться, но для того, чтобы они строились, для начала нужно изготовить проектно-смертную документацию. Вообще в бюджете хочется сказать еще, что вот на самом заседании рассмотрение вопроса заняло, ну, наверное, минут 30-40, но предшествовала этому работа в течение месяца и даже больше. То есть за ноябрь у нас произошло три заседания комитета, депутатские слушания, публичные слушания были объявлены. Вот, и только потом мы выносим это решение на заседание городской думы. Каждый имел возможность внести свои предложения, как-то высказаться. И вот одно из предложений депутатов, почему я так говорю издалека, были как раз увеличение количества строительства стадионов при дополнительном поступлении и появлении каких-то финансовых средств в городском бюджете. То есть администрация закладывает минимум три стадиона на трех школах. Мы рекомендовали увеличить проектно-смертную документацию и перспективу строительства где-то до десяти стадионов. Может быть, не за один год, но за ближайший год-два-три. Ну, потребностей действительно у города хватает, у любого города всегда их хватает. Но самое главное, действительно, откуда наполнение бюджета понимать. И эти вопросы всегда тоже обсуждаются при формировании бюджета. Поэтому, если можно, расскажите, какие у нас теперь источники финансирования? Ну, основные источники финансирования бюджета в любом муниципалитете – это налоговые поступления. Налоговые, неналоговые. Касательно налоговых поступлений, это прежде всего основную долю занимает налог на доходы физических лиц, также имущественный налог физических лиц и налог на совокупный доход. Это предприимательский налог. Также это безвозмездные поступления, субвенции, субсидии из бюджетов вышестоящих. Мы также задавали этот вопрос администрации, обсуждали его. И, ну, если сказать, в общем, ведется работа над увеличением налоговой базы. Но здесь на что хочется указать, особенно, что не за счет повышения нагрузки на тех, кто и так платит, а над расширением самой налогооблагаемой базы. У нас сегодня, допустим, существуют объекты в городе, которые просто не зарегистрированы или которые не попали в кадастровую переоценку и платят, ну, очень низкую плату, намного-намного ниже рыночной. Это неплохо, но тут нужна справедливость. И вот за счет того, чтобы не было перекосов и все были в равных условиях, вот на это направлена основная работа по увеличению налогооблагаемой базы. То есть такая рекомендация, да, привести просто в соответствие? Ну, конечно. Все понятно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что несмотря даже на такую непростую все равно ситуацию, которая у нас уже несколько год сохраняется, пытаетесь изыскать какие-то средства, в том числе и для снижения налоговых ставок. В этой связи я знаю, что уже, в принципе, принято решение по поводу физических лиц, которым действительно повезет в этом отношении. Ну, вообще, налоговыми ставками физических лиц мы занимаемся с начала 2017 года. То есть нам удалось найти возможность снизить в июне месяце налоговую ставку для жилья, жилых помещений, квартир, домов, все, что связано с жильем, на треть. Эта налоговая ставка понизилась с 0,3% до 0,2%. Мы тоже внимательно смотрели, на сколько снижать, сколько при этом недосчитается средств городской бюджет. Проводились круглые столы, проводились заседания комитетов. Мы участвовали в заседании Совета предпринимателей при администрации. Опять же, выслушивали все предложения, но ориентировались, прежде всего, конечно, на цифры. Потому как, с одной стороны, это жители города, с другой стороны, это городской бюджет, его обязательства, которые мы, безусловно, должны выполнять. В результате этого решения городской бюджет недополучил примерно по году около 22 миллионов рублей. Но мы это предполагали и планировали, что нам удастся эту сумму скомпенсировать в процессе исполнения этого бюджета. И у нас это получилось. То есть бюджет мы выровняли, но, с другой стороны, мы, безусловно, оказали поддержку нашим жителям. Я знаю, что предприниматели сейчас тоже активно стали обращаться, в том числе и с вопросами налогового характера. Да, да. Предприниматели очень активно обращаются к нам. Поэтому у нас создана сейчас рабочая группа на площадке городской думы, куда входят представители предпринимательского сообщества, депутаты, представители администрации. Эта группа регулярно заседает. И, опять же, мы смотрим внимательно, если снижать, то на сколько снижать, сколько при этом выпадет доходов и как их компенсировать. Мы по этому поводу даже сейчас общаемся и с областным правительством, пытаемся как-то с ними наладить этот диалог и, может быть, вместе рассмотреть возможности и рассчитываем на их помощь. Но я так понимаю, итоги этого процесса будут ясны где-то ближе к концу года, правильно? Ну, я думаю, они будут ясны либо в конце года, либо, скорее всего, в январе. Потому что в январе мы будем знать точную цифру нашей налогооблагаемой базы и будем знать точно, что при каком снижении, сколько мы недополучим. Ну и, опять же, чтобы эта помощь была не чисто формальной, да, на бумаге, а чтобы она действительно была такой существенной и для людей. Все понятно. Знаю, что вопрос проезда на общественном транспорте тоже поднимался, причем там в связи с некоторыми пунктами. Поэтому, если можно, расскажите, к чему удалось прийти? Ну, по поводу проезда на транспорте, у нас проезд на транспорте осуществляется, ну, так скажем, я бы хотел сказать о проездных билетах, прежде всего. Они у нас существуют на общегородских маршрутах и на садоводческих. Вот по поводу садоводческих маршрутов, у нас остается стоимость билета, по-моему, 350 рублей для пенсионеров и членов многодетных семей без повышения уже на протяжении трех лет. Сама по себе цифра вроде бы тоже небольшая, да, в рамках бюджета. Но для конкретной семьи, для конкретного человека, я считаю, это тоже оказывает положительный эффект. Если мы посмотрим на удорожание некоторых продуктов питания, да, которые подорожали на 20-30%, и, допустим, сейчас проездной билет стоил бы там не 350, а 500 рублей, я думаю, тоже было бы, ну, не совсем хорошо. То есть пока нам это удается. И в рамках рассмотрения также бюджета мы внесли свое предложение вернуться к такой нашей традиции, которая у нас была, то есть найти возможность поощрения спортсменов, тех, которые занимают призовые места на соревнованиях высокого уровня, на всероссийских, на международных. То есть те, кто прославляет наш город на различных уровнях, я думаю, их тоже надо поддерживать и мотивировать. Ну, это сейчас действительно радостная новость для всех садоводов. А, кстати, их количество у нас, мне кажется, ежегодно растет, причем в разы. Сейчас действительно стало популярно заниматься садоводчеством, в том числе и в свете цен на продукты. И спортсменов порадовали, которые тоже у нас в этой студии часто бывают, и действительно приходят с такими наградами такого уровня. То есть фактически поощряться будут именно те, кто выходит как минимум на российский уровень, на международный, и там, собственно, побеждают, правильно? Да, да и нам это приятно. Всегда поздравлять спортсмена, который приехал, чего-то привез в город, чего-то достиг, нам это тоже приятно. Ну, в общем, такие радостные новости. Действительно, я предлагаю на этом закончить сегодня наш эфир. Хотя, надеюсь, что вы к нам еще придете, когда уже будет окончательно решен вопрос формирования бюджета города. Мы обязательно с удовольствием еще раз проговорим на эту тему. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Степан Вячеславович Попов, председатель Благовещенской городской думы. Вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин